да здравствуйте дорогие друзья 13 июля была обнова линейдж 2 мобайл башня дерзости с 1 по третий этаж мировое серверное подземелье чтобы попасть в холм башни дерзости подземелья мир башня дерзости сброс каждую неделю 5 часов утра дается 7 часов на нахождение в башне дерзости тп в башню дерзости 100000 адены вот мы попадаем вот такую вот комнату чтобы попасть сама подземелья нужно подойти орден рыцарей адена привратник башни дерзости и того для телепорта нужно 200000 в целом чтобы попасть на первый уровень работник склада с интересной иконкой бокалейщик скупщик торговец гильдии бронзового ключа возьмем баф ух ты символ дерзости смотрим в зависимости от уровня модификации при неудачной модификации или разборке можно получить следующий предмет реликвия энергии короче чем больше модификации тем больше реликвии энергии а ну тут определенное количество я понял все мы покупаем ежедневно обновление ежедневно того 15 таких жетончиков можем купить пламя вечной жизни при использовании с определенным шансом повышает значение модификации символа дерзости обычное значение модификации плюс один при заточке благословенный от 1 до 3 есть шанс светящийся сундук адена усиленный камень магии благословенный усиленный камень магии позволяет получить символ славы ключ победы записи победы магический камень башня дерзости сундук с фрагментом стихий и все виды стихии которые есть позволяет получить следующий предмет ветра тьмы огня воздуха земли фрагменты рецепта создания редкого оружия я короче буду предполагать то что я могу ошибаться у меня такой обзорщик я могу про бать 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 свиток телепортации первый этаж башня дерзость увидим тут сразу свиток и на первый этаж идет и свиток телепортации на второй этаж из этих свитков создавать амулет телепортации башни дерзости шанс 20 процентов вы короче выбиваете свитки телепортации башни дерзости 300 штук и вам нужен еще запечатанный амулет телепортации охота на монстров рам дал но мы к нему подойдем попозже рам дал это rb первого этажа это походу можно но это у топов будет амулет который дает шат что он дает перемещается в башню дерзости первый этаж после использования амулет не расходуется при наличии в инвентаре игнорируется эффект снижения характеристик действующих на первом этаже башни дерзость так и не поняла что снижается но видим короче нужен такой амулетик который выбивается с rb 300 свитков и 3 миллиона адены аналогично второй этаж третий этаж прочее тут куча вариаций создания этого шанс сто процентов запечатанный амулет телепортации башни дерзость а это переобразователь нужно разбираться при наличии в инвентаре игнорирует эффект снижения характеристик действующих на первом этаже башни дерзости получается при нахождении башни дерзости понижаются характеристики также можно создать сундук с сокровищами башни дерзости первый этаж первый, второй, третий видим если первый этаж это позволяет получить следующий предмет пятьсот тысяч адены второй этаж уже миллион и третий полтора миллиона плащ неропа это ж краснуха я так, я правильно понимаю? книга наследника высокая точность прицеп создания героического предмета запечатанный амулет телепорта это с вероятностью а первый этаж кольцо анаким книга наследника эффективность зелий 2 запечатанный амулет хорошо второй этаж позволяет получить следующий предмет из списка ожерелье величия книга наследника увеличение снижения урона рецепт создания героического предмета запечатанный амулет телепорта второй этаж башни дерзость интересно давайте посмотрим кто тут еще есть интересный хранитель порталов скупщик работник склада торговец торговец гильдии бронзового ключа скульптура башни дерзости во время охоты в башни дерзости можно получить кристалл дерзости это как раз тот кристалл который нужен для покупки вот этих итемов видим кристалл дерзости по идее он должен хорошо падать то что если это скупается ежедневно вот кроме вот этих точилок точилки они бесконечные а все остальное ежедневное и для покупки вам нужно две сто таких кристалл дерзости пойдем посмотрим что там за мобы такие мобы не стихийные видим телепортации по локации нет телепортера на второй этаж тоже нет нужно выбивать телепорты очень атмосферно очень круто чем-то похоже на башню слоновой кости только тут все темное и мрачное очень классно вот тут уже кто-то двинами стоит вовсю и жарит а ну-ка давай мы в уголочек встанем я хоть кого-то тут убью посмотрим что по опыту видим что я уже тут заглатаю по полной гланды по самые гланды мне кажется я сейчас отъеду так что по х двести двадцать семь тысяч это жопа двести семьдесят семь тысяч с одного моба брать арба моего двеночечка моего единственного и становиться хотя бы по полчасика неделечку там по часику опа сапожечки какие-то оно мы отключим лом лом отключим лом вещей что за сапожечки коллекцию плюс шесть ух ух коллекция просто охуепительная блин не на в том центре стоять мобов очень мало это я двеночка могу закачать тут вообще выкачать нафиг так берем одного моба и блин забыл отключить по одному мобу хаваем вот тут теперь ручками мне надо качаться ну как бы по двести семьдесят к за моба если я стою там к примеру равнинные славы мне там по тридцать пять тысяч за моба получается семь мобов не ну конечно лучше в равнина славы мне стоять такое вот триста двадцать четыре тысячи во получается десять мобов в равнина славы ну примерно такое же время но там я фармлю и адену я там фармлю без сосок статы вы мои видите если у вас такие же самые статы как у меня забывайте про этот инстант собирайте пачечку из друзей встаете фармите то что по другому никак давайте теперь рассмотрим добавлены три рб рамдал мордил хернон видим выпадают книги наследника эффективность зелья плюс десять символ падшего ангела астарта аэн кинель хорошечный обсказал дуалы наглада урон двадцать девять точность пятнадцать крит атака плюс двадцать пять шанс двойного урона плюс пять доп урон крит атаки плюс двенадцать игнорирование снижения урона плюс шесть увеличение урона от умений плюс тридцать процентов шанс оглушения плюс семь процентов проклятие крови при успешной атаке наносит цели урон и делает ее уязвимой перед критическими атаками давай дальше посмотрим пел рецепт краска фрагмент камень улучшения создания снаряжения краснуха пика перчатки янглофар символ стрелка ожерелья закина шанс оглушения плюс десять процентов защита плюс два кольцо анаким книга наследника плюс пять восстановления эффективность зелья второго уровня незаметность улучшенный орб волновой меч квест священный камень башни дерзости квест срб рецепт синька книга наследника синяя эффективность лечения плюс три такой пул на кила синяя краска магический камень блэс точки и вот это самое амулет телепорта запечатанный первый этаж башни дерзости кристалл лучный кристалл сундук с пособием высокого качества на выбор кровавый камень безумие для создания фиола мордил колотбол меч на танка видим урон плюс 30 точность при 16 крит атака плюс 15 шанс двойного плюс 15 доп урон крит атака плюс 3 доп урон плюс 5 увеличение урона от умений плюс 20 процентов шанс оглушения плюс 10 процентов не повреждается очень круто упоение битвой при оглушении противника вводит персонажа в боевой раж повышая силу и точность ударов астроп почему не астрол астроп посох астроп сравняем его с посохом архангела видим что посох архангела плюс 7 но в точности астроп плюс 2 больше хоть он не точный хоть он точится на 6 тоже топ урон крит атака на 5 больше увеличение урона от умений на 20 больше увеличение урона от всех стихий вообще бомба топ урон pvp но это мне неинтересно аж пве шанс аномальных состояний плюс 50 шанс удержания эффект пробивания легендарная сила что дает легендарная сила при успешной атаке с определенным шансом увеличивает виз защиту и сопротивление всем стихиям цели книга магии стигма скорость магии мне кажется это больше пул так мы пропустили ожерелье архангела защита плюс 3 уменьшение времени перезарядки плюс 30% увеличение урона от умений плюс 20% шанс аномальных состояний плюс 30% что без запаска плюс 3 прикольно руководство по убийствам тайный шаг книга магии стигма рецепт создания легендарного предмета магические чернила фрагмент фрагмент рецепта создания легендарного предмета меч валхалы ярость мордил символ пародии ожерелье величия кольцо боюма кольцо величия так посмотрим новый посох который добавлен его раньше не было вот забытый клинок можете видеть статы можете нажать на паузу и посмотреть забытый клинок парные мечи очарования лук дракона лук лук дракона Астроп, то что мы видели у второго босса Мордила Сакре Димор Копьё Тифона Пылающая пила Теперь мы перейдём к доспехам Кираса Падшего Ангела Набедренники Падшего Ангела Перчатки Падшего Ангела Сапоги Падшего Ангела И символ Падшего Ангела Прям целый комплект добавили в игру Вернёмся К боссам подземелья К мордилам Так, это мы посмотрели Видим книги Мистический щит Тёмный клинок Танец ярости Красные книги На арба, ножа и БД Агрессия На танка Синька Блески Элессики Со второго логично Босса выпадает Запечатанный амулет телепортации Второй этаж башни дерзости Кровавый камень Безумие Кирнон Видим Лук щит Урон от оружия Плюс 28 Точность Плюс 15 Крит атака В дальнем бою Плюс 15 Процентов Шанс двойного урона Плюс 10 Процентов Ловкость Плюс 3 Увеличение урона От умений Плюс 45 Процентов Шанс оглушения Шанс удержания Сила щит При успешной атаке Наделяет персонажа Сила щит Позволяя быстро И точно Использовать магию Сагридимор Новый орб Увеличение урона От оружия Плюс 34 Точность Плюс 15 Мах Крит атака Плюс 15 Шанс двойного урона Плюс 17 Процентов Увеличение урона От умений Плюс 25 Процентов Эффективность Лечения Плюс 45 Процентов Доп урон В пвп Плюс 5 Эффект Пробитие Легендарная сила Шанс увеличения Физ защиты И урона Оружия Цели Плащ Нейропа Плюс 7 Защита Увеличение урона От умений Шанс аномального состояния Очень крутой плащ Полномочия Правителя Защита Плюс 10 Макс Грузоподъемность Плюс 1400 Снижение урона Плюс 3 Весь урон Плюс 3 Так Книга наследника Доп урон В пвп Плюс 5 Боевая книга Умений Истинный Импульс Записи жреца Небесный щит Рецепт создания Легендарного предмета Магические чернила Легендарные Фрагмент Рецепта создания Легендарного предмета Краснуху Краснуха Руковица Демона Шлем Демона Ожерелья Апеллы Защита Плюс 1 Увеличение Времени Перезарядки Плюс 20% Сопротивление Оглушению Плюс 10% Книга наследника Плюс 3 ПРВ Плюс 3 Выносливости Снижение урона Снижение урона В пвп Плюс 2 И плюс 1 Очень крутые Книги наследника Точность Вообще Супер Квест Синька Вот этот орб Неплохой Стоит нормально А эта штука Вот такая Ну так же Блэс точки Блэс ЛС Запечатанный Амулет Телепортации Третий этаж Башни дерзости Кристаллы И так же Само Сундук С пособием Высокого качества На выбор Кровавый камень Безумия По башне дерзости Все наверное Так теперь Мы крафтовые предметы Посмотрели Которые добавили Теперь добавлены Новые предметы Добавлено Новое снаряжение На бедреннике Пылающего огня На бедреннике Терпения Рукавицы Рукавицы Оглушение Перчатки Терпения Сапоги Эпох Сапоги Посланника Кильдегрим Кольцо Ангела Кольцо Дестино Мне нравится Что оно Плюс 3 Точится Очень круто Вот еще Добавлены Такие коллекции Вот они Добавлены Коллекции Я вроде бы Смотрел Что халявных Нет Там типа На 0 С точкой Даже на Безопаску Магические Комиссияне Плюс 5 Вот Если брать Из самых Крутых Которые Ну Коллекции Мне Ну Как по мне Это Маг Точность Ну Фигенность Лечения Может для хила МДР Плюс 1 Такой Весь урон Плюс 1 МДР Плюс 1 Маг Точность Кризис Атака Сопротивление Абсолютное Восстановление МП Тоже так Неплохо Но О Видим Сразу 950 Та 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 Дема Рыцаря Охранителя Небесного Дворца Плюс 4 Безопаска На 4 Плюс 7 Плюс 2 Абсолютного Восстановления И 50 МП Блять Ё Панай Нахуй Сты Ты Бать Короче Такое 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 Дерьмо Дерьмо Я хотел задать Вопрос Двум Моим подписчикам Которые Меня смотрят В А2 Нужно ли вам А2 Или снимать Только Ивенты Потому что С моим Бустом Вы сами Видите Что Пока я в топ Клане Я могу Общаться С людьми Которые Нормально На себя Бустят И что Понимают В игре Это Мне Интересно Потому что Я Познаю За счет Них Какую-то Информацию Интересную Вам нужен Контент Ла 2 М Или Только Ивенты Я могу Просто Только Пилить Ивенты Потому что Ну Я не Способен Делать Контент Я даже В этой Башне Моба Бью Три Часа Одного Ну С них Вроде По 250 Тысяч Опыта Падает Напиши Поставь Если тебе Нравится Мой Контент Что я Делаю Ставь Лайкосик Пожалуйста По желанию Комментарий Но лайкосик Если ты Заходишь И смотришь Мои видосы Это Обязательно Пожалуйста Зайти В создание Другое Коллекции Все Вот такая Книга Об истории Королевства Оден Видим Для создания Нужна 200 Пергамента И 1 Миллиона Одены При создании Такой Книжки Вы Можете Добавить Ее Временную Коллекцию Но я Не Но если Вы Богатенький Конечно Ричи То Пожалуйста Закрывайте Все Коллекции Но я Обычно Закрываю Вот эти Две Нижние Коллекции КП Плюс Одна Защита Весь Урон Точность Плюс Один Макс ХП Плюс 100 До Круто Это Сегодня У нас 14 Получается Больше Чем Ну Почти Месяц Почти Месяц Коллекции Это Классно За 400 Пергамента И Адена Который Выбивается Такое Круто Закрывайте Колу В настройках Добавлена Функция Список Приоритет Цели При Ручном Управлении Добавлен Пункт 8 Обычные Монстры Вот Она Вот Она В настройках Поисц Цели Обычные Монстры Интересно Кому Этой Функции Не хватало Напишите Если есть Такие Теперь Алхимия Самое Главное Ну Самый Который Есть Рецепт Создания Крутого Тебе Пула Чтоб У тебя Тут Появлялось Это Что-то Переточенное С Безопаски На Плюс Один Хотя бы Там Ну К примеру Точится Безопаска Плюс 6 Ты точишь Плюс 7 И Вот Эти Две Синие Вещи Должны Стоять Первые Ну Или быть Тут Или Стоять Первые Но я Ставлю Первыми И дальше Просто Закидывайте Мусором Неточенным Синим Там К примеру Лук Кристальный Еще Что-то То что Стоит По 50 Копеек И тогда Вы ролите И Самое Главное Обращать Внимание На Три Первые Слота Тут Появляются Разные Свечения Вот К примеру Белое Свечение Это Выпадет Типа Первый Слот 100% Красное Это Типа Выпадет Там Краснуха Возможно Но я Не уверен Я Не уверен Потому что Это Ла 2 Это Ла 2 И Ла 2 Это Казино Конченное Казино Для Богатых Ну ладно Я не хочу Никого Обижать Не буду Обзываться Ну Понимаете Если ты Хочешь Играть Как я В Ла 2 Просто Ты Можешь Зайти В топ Клан И просто Наблюдать Как они Между собой Там делают Себе Сну Сну Ну И все Хорошо Без Капитала Вложений Но если Ты хочешь Нагибать Кинь Пару Ляму Просто Я Лично Вот я Я Вот Какой Восьмой Девятый Наверное Уже Месяц Игры Да Восьмой Месяц Игры Пошел Я Понял Что я Пропустил Очень много Если Я Хотел Бо Играть Фри Игру То Мне Нужно Хотя Бо Кроме Моей Основы Еще Четыре Ебучих Твинка Которые Будут Фармить Every day Every night И я Потерял Просто Уйму Времени Потому Что Вначале Когда Все Закрывали Колы Все Стоило Просто Нимоверных Количеств Алмаза Просто Там Взять Какую-то Вещь Заточить Ее На Безопаску И с Этой Безопаской Там Вставлялась Бы в Коллекцию Там Пример Точность В дальнем Бою Весь Урон Мах Урон Доп Урон Урон Стихиями Там Возможно Закрывала Эта Вещь Коллекцию И эта Коллега Эта Вещь Могла Стоить 200 Алмазов Вы Поймите Просто Если бы У меня Было 4 Твинка Я Каждый День Я Просто Забил Б На Все Я Обсидел Б Только В Ла 2 Да Я Сейчас Был Б Блин Плюс 250 Защит И 300 Скилл Дэмэдж Блять Мега Бог Ну Как Мега Бог Такой Средний Игрок Короче Можно Но если Но я Просто Не хотел Жить В этой Игре Я Понимал Это Все Но Если Я Не могу Одним Персом Ничего Сделать Зачем Мне Вот Эту Майнер Ферму Устраивать Которая Будет Фармить Не Смогу Кроме Как Посмотреть Фильм Какой-то Или Полазить В интернете Ну Поиграть Другие Игры Я Просто Не Хочу Заморачиваться На Ла 2 М Потому Что Пройдет Год Хайп Пройдет Уже Хайп Прошел От Ла 2 М Тут Уже Остаются Только Тех Кто Как бы Играет Новых Пополнений Нет Потому Что Ну А Смысл С нового Пополнения Какой Чем Чего Ты Добьешься Если Ты Не Готов Вкладывать Ты Ничего Не Получишь Я Не Агитирую Я За то Чтоб Вы Не Играли Если Вам Нравится Конечно Играйте В этом Есть Какой То Прикол Если Вы Состоите В клане Общаетесь С людьми Это Прикольно Там Шутки Там По Боссам Там Погонят Ну Просто Поучаствовать В мероприятиях Со всеми То это Очень Круто Но К сожалению Это Очень Много Времени Затратное И Денежно Зависующая Игра Так Давайте Еще По Алхимии Немножко Пройдемся Я Так Немножко Мне Занесло Немножечко Ничего Страшного Ну Короче Что Мы Понимаем Кольца Кольца Плюс Один Которые Точатся Очень Хорошо Копите Их Скупайте Их По Дешевке Так Что Вы Будете Вырваливать Очень Хорошую Точеную Там Синьку Точеную Будете Вырваливать Плюс Семь Плюс Восемь Там К примеру Там Авадон Куда-то Я видел Нужен Плюс Восьмой Ну Как Он Крафтится Такое Ну Как Оно Точится Тут Блин Ужасно Ты Даже С Плюс 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 Восем Вроде Казалось Две Точки Заточить Но Это Очень Сложно Там Шанс Я не знаю 0 0 1 Наверное Не Не 0 0 Где-то 0.5 5% По ощущению Так Что мы Поняли Переточенные Две Шмотки Синие В первых Двух Слотах И дальше Три слота Забиваем Синькой Неточной И тогда Ролим Вы Даже Можете Себя Снять Шмот Закинуть Сюда И Просто Прогноз Прокликивать Можете Там Пару Лямов Прокрутить Посмотреть Что вам Выпадает Если Вы Не Себя Сняли Шмот А у Вас Был Там На Складе Как У Меня Я Просрал Вчера Очень Много Синьки Просто Я Не знал Что Ролить Я Просто Все Кидал Туда Что У У Было Просто Закидывал Я Выролил Там Что Это БВ БВ Перчи Плюс Плюс Пять Какую-то Бежу Синюю Плюс Три Ну Короче Такое Посмотрим Пройдет Неделя Когда Я Думаю Аукцион Опустеет Синька Поднимется До Ста Алмазов Я Это Прогнозирую Это По-любому Будет Так Потому Что Все Будут Тролить Это Сейчас У Всех Там Забиты Блин Склады Бля Там Синька И Что Люди Готовились Ролят Когда Это Все Закончится Они Будут По-любому Скупать С этого С аукциона У меня Даже Вчера За 400 Брюлей Скупили Точку На Беже Точку Хоть Она Стояла До Этого До Этого Уже Наверное Две Недели Там 380 Или 370 Я ставил Она Уже Две Недели Стояла На Тумауке Вот Всего Вот Вчера Ее Скупили Потому Что Потому Что Люди Точатся Фармите Зарычей Да Вот Я Понял Что На Этом Этапе Игры Фарм Зарычей Приносит Больше Брюлей Чем Фарм Обычных РБ Но Посмотрим Как Оно Будет Как Поднимется Синька Потому Что До Алхимии Было Очень Скудно Ну Короче Вы Можете Себя Снять Шмот Если Он У вас Без Зачарования То Вы Можете Сюда Закинуть И Просто Попрогнозировать Но Ни в коем Случа Не нажимайте Подтвердить Прогноз Тут Наверное Да Короче Вот Это Не нажимайте Потому Что Вы Просрете Свой Шмот Но Может Не Просрете Вам Выпадет Какая-то Краснуха Но Вот Если К примеру Краснуха Выпадает В двух Последних Слотах Вот этих То Забудьте Про нее Шанс Что она Выпадет Очень Мизерный Я так Понял Не важно Какое Свечение Светится Что Светится Вот эти Два Слота Забудьте Про них Просто Забудьте Главное Раз Два Три Вот эти Три Слотика Вы Должны Понимать Вот К примеру Что Вы Хотите Ролить Это Закрытие Синими Шмотками Коллекции Ни в коем Случа Не зелеными Не белыми Синими Шмотками Коллекции Кристаллы Для Апо Сосок Ну Это для Меня Это Мое Личное Мнение Там У других Людей Своем Личное Мнение У меня Такое Кристаллы Закрытие Коллекции Ну Короче Вы Должны Всегда Ролить На Тот Пул Вот К примеру Вот Тут В этих Слотах Две Красные Шмотки Тут Две Синих Шмотки Там По Плюс 8 Какие-то И тут 150 К Кристаллов Вот Это Самый Охеренный Пул Который Можно Подтверждать Все Остальное Это Дерьмо Не Надо Надеяться На Вот Эти Два Слота Потому Что Вы Пройбете Я Вчера Вроде Я Все Сказал Все Что Хотел Ладно С вами Был Розе Всем До Новых Встреч Став Лайки Подписывайся На Канал Не Подписывайся На Канал Но Если Ты Хочешь Чтоб Выходили Такие Видосы То Став Лайк Но Если Ты Хочешь Что Именно Посмотреть Интересное Что Я Рассказал Пиши В Комментариях Я Буду Рад Каждому Комментарию Даже Наверное Негативному Продолжение следует